Здравствуйте, я Бойманов Григорий Вячеславович, активист профсоюзы действия и представитель фонда Рабочей Академии. У нас в руках оказалось обращение в Государственную Думу 7-го созыва от имени трудового коллектива к Бузлов-Севложское КМБ, которое насчитывает более двух с половиной тысяч человек. Это письмо прекрасно со всех сторон, посмотрите, уже в первом абзаце нарушено согласование трудового коллектива, которое насчитывает. Ну и дальше идет цифра две с половиной тысячи, хотя по нашим данным намного меньше. Обращаются они к депутату Неверу Сергею Ивановичу, ну и кто же эти люди, которые представляют коллектив. Есть подписи, вот они, семь человек. Возглавляет главный врач Шипачев и дальше, смотрите, как они подписались, врач, а дальше врач, ну и через запятую скромненько, так, как будто это ничего не значит, заведующий, там какой-то еще снова заведующий. В общем, главные врачи команда замзамочей и завзавочей, как называют их в больнице, команда шариковых ручек. И с самого начала они заходят с козырей и рассказывают, что профсоюз действия призывает к забастовкам и прекращению оказания медицинской помощи гражданам и ссылаются на мой ролик 31 октября. Я еще раз пересмотрел свой ролик. В общем, как жулики, они, конечно, выхватили несколько предложений в конце, хотя весь ролик я рассказываю, что такое новый трудовой договор и что надо делать, если их уволят, если они не подпишут этот новый трудовой договор, ущемляющий их права. Ну, вот здесь расчет, наверное, что они пишут в Думу, в Думе дураки сидят, в общем, схавают так, как есть, как им объясняют и втирают. Потому что по-другому я это объяснить не могу. Потом они долго доказывают, что трудовой конфликт на пустом месте, что переход, оказывается, на шестидневку вообще просто мелочь законная, а своих сотрудников, оказывается, они унижают по современному трудовому законодательству. Ну и добавляют, что желтый профсоюз во главе с Зенковой – это неприводной ремень от администрации к коллективу. Вот это они долго-долго расписывают, и вот в седьмом абзаце они делают конспирологическое предположение. В общем, что их передовой коллектив намеренно разваливает профсоюз и его хозяева. И тут, товарищи, с хозяевами совершенно неудобно получилось, потому что профсоюз в действии входит в конфедерацию труда России. Конфедерация труда России существует в том числе и на гранты президента Российской Федерации, а непосредственно президент Конфедерации труда России Кравченко, который Борис, который Евгеньевич, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Чувствуете, товарищи, как лоханулись вот этот Шипачев и его команда шариковых ручек. Потом в восьмом абзаце они рассказывают о многочисленных жалобах и обращениях от профсоюзов надзорные органы, что это так мешает работать, потому что после них очень большое количество проверок. Но поймите, не профсоюз нарушает трудовое законодательство во Всеволожской КМБ в промышленных масштабах. Понимаете, не мы. И потом, к чему вы призываете? Как вы предлагаете действовать профсоюзу? То есть с нами, непосредственно, со 150 человеками вы не хотите работать. Вы просто не обращаете на нас внимания. У нас остается только обращаться в надзорные органы. Ну, по-другому никак. Или вы что-то другое предлагаете? Скажите вслух. Мы понимаем, конечно же, по вашему поведению, потому что вы делаете во Всеволожской КМБ, что, ну, как бы, закон вроде бы для всех, но не для вас. Очень смешно читать девятый абзац, где они прикрываются Владимиром Владимировичем Путином, хотя в седьмом абзаце называли его хозяином, который развалит Всеволожской КМБ с помощью профсоюза действия. И апогей лжи и манипуляции в последнем абзаце. Давайте зачитаем. Наше обращение к вам. Просьба о помощи. Мы обращались по этому поводу в Минюз, Следственный комитет, прокуратуру и ФСБ. Из ответов официальных органов следовало, что эти вопросы не входят в их компетенцию. Просим вас направить депутатский запрос в органы. Чувствуете, в какие-то другие органы, то есть в официально они обращались, официальные органы не помогают, нужны неофициальные. И вот мне интересно, какие. Вот я не мог придумать, что это, инквизиция, гестапо, масонская ложа, космические войска. Что это за органы? Призванные оценить противоправную деятельность профсоюза и принять соответствующие меры. Какие соответствующие меры, которые не могут предпринять прокуратуру, ФСБ, Следственный комитет и Минюз? Что это за меры? И вот представьте, да, депутат седьмого созыва получает письмо от группы семь человек, они сообщают, что у них в больнице трудовой конфликт по поводу нового трудового договора, что интересы работников представляет профсоюз действий, который давно разваливает здравоохранение Вселожска по указке хозяев Путина-Кравченко, ФСБ, прокуратура, Следком, Минюст, все на их стороне и нужны тайные организации, которые есть у этого депутата, неверного Сергея Ивановича для приведения профсоюза действия к покорности. И приложен список моих роликов, где я разбираю просто трудовой кодекс Российской Федерации, рассказываю, как с его помощью улучшить ситуации в организации. Вот такое курьезное письмо написал Шипачев, и подписалась команда шариковых ручек, и отправили в Государственную Думу Российской Федерации. Какое из этого обращения можно сделать вывод? Вот есть коллектив, семь человек, которые заявляют, что они представляют две с половиной тысячи человек, хотя это все понимают, что это не так, и вот они борются за свои интересы, а две с половиной тысячи оставшихся сотрудников за свои интересы никак на данный момент не борются. А чтобы бороться, надо объединиться. Объединиться можно только под флагом профсоюза действия и бороться за прогрессивный коллективный договор, который разработан профсоюзом действия. И вы будете участвовать в улучшении собственной трудовой жизни. Ну и будьте здоровы, а пока, пока! Субтитры создавал DimaTorzok